На допросе Мартыненко признался, что потерял ориентир и не понял, как оказался на поле. Но уже в суде подозреваемый и его защита будут настаивать на полной невиновности и категорически отрицать факт опьянения. Спустя два дня после авиакатастрофы следствие задерживает еще четырех сотрудников аэропорта. Это руководитель полетов, ведущий инженер аэродромной службы, диспетчер и стажер Светана Кривсун. Именно она в тот вечер контролировала ситуацию на взлетно-посадочной полосе. В хаватности или трагическая случайность? Детали трагедии выясняются до сих пор. Инна Маркев, МИР24. Британские спецслужбы спасли свою королеву. Как сообщает ТАСС, со ссылкой на местную прессу на Елизавету II готовилось покушение. И не просто покушение, а целый теракт. По подозрению в его подготовке полиция задержала четырех мужчин. Младшему из них всего 19 лет, старшему 27. Все они, как полагает следствие, радикальные исламисты. Стражи порядка также считают, что молодые люди планировали нападение на королеву Великобритании сегодня на празднике в Альберт-Холле. По замыслу несостоявшихся убийц, глава британского престола должна была принять смерть от удара ножом. В настоящее время в Великобритании повышены меры безопасности. Сообщается, что несмотря на угрозу, королева не стала отменять свое участие в праздничных мероприятиях. Это уже не первый подобный инцидент. В последний раз на жизнь Елизаветы II покушались в июне 1981 года. Королева принимала участие в церемонии освещения нового знамени, когда внезапно прогремели шесть выстрелов. Полиция и зрители задержали нападавшего. Он стрелял холостыми патронами из стартового пистолета. Кстати, за сотни лет существования самого известного в мире королевства Великобритании ее правители почти ни разу не погибали в результате покушений. При том, что десятки нападений на них готовили в разное время террористы, уголовные преступники и просто безумцы. История приводит лишь одно исключение – события 1483 года. Тогда Эдуард V, 14-летний король Англии, был задушен в лондонском Тауэре вместе с младшим братом Ричардом. С тех пор монахи теряли жизни в результате дворцовых заговоров и несчастных случаев и даже шли на казнь по приговору суда. А во время покушений и при подготовке подобных преступлений королям и королевам всегда приходили на помощь охранники или те, кто находился рядом. И, конечно, его величество случаев. Сближать подход в борьбе с терроризмом договорили США и Россия. Правда, пока на уровне министров иностранных дел. Сергей Лавров и Джон Керри провели сегодня переговоры в Пекине в ходе встречи. И участники подняли все острые вопросы последних месяцев. Ситуация на Украине, проблемы на Ближнем Востоке и Севере Африки. То, что терроризм сейчас является главной угрозой в регионе, с этим никто не спорит. И, наверное, будем стараться сближать наши позиции в том, что касается методов борьбы с этой угрозой. Перед началом переговоров политики перед телекамерами пожали друг другу руки. Лавров и Керри пребывали в хорошем расположении духа. Российский министр даже успел пошутить, комментируя заявление официального представителя Госдепа США Джен Псаки о том, что она ничего не знает о переброске российских танков на восток Украины. Скажите, есть ли российские войска на Украине? Даже официальный представитель Госдепартамента США Джен Псаки заявила, что у Госдепа нет информации о присутствии российских войск на Украине. А какова ваша информация? Если даже Псаки не в курсе, то и я не знаю. Речь идет о 32 российских танках, которые якобы пересекли границу с Украиной. Информацию об этом Вашингтону передали из Киева, правда, никакого другого подтверждения этого факта никто не приводит. Впрочем, ранее киевские власти обвиняли Россию в вводе войск на территорию Украины. Однако Москва каждый раз опровергала подобные сообщения. А сам саммит начался с ЧП. В пресс-центре произошло задымление и были слышны несколько хлопков. Журналистов немедленно эвакуировали. Обстоятельства инцидента выясняются. Нет больше войск там, где некогда проходила граница между западным и восточным Берлином. В столице Германии отмечают четвертьвековой юбилей крушения главного символа холодной войны. В честь праздника у Брандербургских ворот прошел концерт. А у сохраненного отрезка Берлинской стены устроили шоу с воздушными шарами. Световая инсталляция протянулась на 15 километров вдоль бывшей внутригородской границы. Прошло уже 25 лет и не все помнят, где проходила стена. Очень здорово придумали. Мне было 17 лет, когда возвели ее. И я хорошо это помню. А теперь и молодое поколение увидит, как это было. В торжествах принимают участие известные политики конца 80-х, в том числе и экс-президент СССР Михаил Горбачев. Праздновать будут все выходные. Главные мероприятия, народные гуляния и концерты пройдут завтра. Сегодня программа будет более официальной. Вечером канцлер ФРГ Ангела Меркель выступит с речью, а затем посетит праздничный концерт в театре имени Бертольда Брехта. Берлинская стена появилась на пике противостояния двух систем – социалистической и капиталистической. Буквально за ночь в августе 61-го года сооружение разделило столицу Германии. Фрагменты стены сохранились до наших дней. Самая большая часть длиной – более километра – осталась возле Восточного вокзала. Ее разрисовали граффити и рисунками. Самую высокую достопримечательность Москвы превратили в место для свидания. И таким стала Останкинская телебашня. Таким образом, за вечер можно завести десятки новых знакомств. Но получить номер телефона приглянувшегося партнера можно только у организаторов при условии взаимной симпатии. Те, кто уже обзавелся семьей и детьми, активно решают пресловутый детсадовский вопрос. Ответили на него в Беларуси. Дошкольные учреждения там размещают на первых этажах многоэтажек. Первые проекты уже готовы. Насколько это удобно, узнал Денис Кальмин. Мы все просим не зевать и немножко помогать. Чтобы отвезти своего ребенка в детский сад, жильцам этой минской новостройки теперь достаточно просто спуститься на первый этаж. У нас есть возможность оставить ребенка на 2-3 часа. И родители могут спокойно своими делами заняться. Кто на фитнес ходит, кто своими домашними делами занимается. Идею предложили сами застройщики. Городские власти ее одобрили. Открыть свой детский сад на первом этаже жилого дома может каждый. В списке обязательных условий обустройство игровой площадки и специальной комнаты. На случай, если кто-то заболел. Присматривают за малышами в таком детском саду максимум 4 часа. Семейный детский сад сначала получил распространение именно в сельской местности. Теперь такая форма устройства будет распространена и на город. В том числе, как раз таки, на те районы, которые считаются у нас густонаселенными. То есть, например, Фрундинский район Минска. Ближайший детский сад от деревни Кравцовка в 6 километрах. Альтернатива в 5 минутах ходьбы. Малогабаритный детский сад появился в доме местного воспитателя. На сегодняшний день 10 деток. Все из населенного пункта Кравцовки. Мы 100% удовлетворяем потребности в местах дошкольного учреждения. Адаптация проходит очень легко, потому что наш дом является таким же однотипным, как и дома, в которых живут дети. Кроме детсадов, встраивать в дома собираются и поликлиники. В Мингорысполкоме поручили подобрать для них помещения в новых микрорайонах. Денис Кальмин, Полина Иванча, МИР24. Выгода для застройщиков очевидна. В доме, где есть детский сад, быстрее раскупят квартиры, особенно молодые семьи. Воссоединиться со своей семьей мигрантам Таджикистана позволила земельная реформа. Теперь селяне не уезжают в другие регионы и страны, а обрабатывают собственную землю. Колхозы расформировывают, а угодья раздают в частные руки. Собственниками стали уже больше 100 тысяч крестьян. И Лина Ким встретилась с фермерами. Алишер отвел под лук несколько гектаров. Это будет его первый урожай на собственном участке. Землю мужчина получил пару месяцев назад. Сначала думал не справиться. Сельхозтехника стоит дорого. Но соседи предложили взять в аренду трактор и пользоваться им по очереди. Альхом уже ощутил выгоду. Прошлым летом удалось продать весь урожай. На заработанные деньги фермер купил домашний скот и даже нанял рабочих. У меня 4 гектара земли. Половину занимает аврикосовый сад. Потихоньку расширяю хозяйство. С вырученных денег недавно купил бычков. У крестьянина большая семья. Четверо детей. Раньше, чтобы их прокормить, мужчине приходилось уезжать на заработки в Россию. Когда Альхом узнал, что родной колхоз расформировали, и каждому работе.